Да. Люди-то мало кто знает, что про это. Тем более здесь, в этой пропасти, в этом ущелье тьмы. Хотите, я вам сыграю на балалайке? Вот у вас, если желание есть, я мог бы сказать вам, какой у нас большой видеоканал есть, и сколько много полезного можете взять там. «Восвете Библии» называется. «Восвете Библии» называется. «Восвете Библии» – Игнатий Лапкин. Тоже добавьте, чтобы не промазать. И Игнатий Лапкин. 35 тысяч подписчиков. Правильно. А вот если эти слова запишите через Google и напишите «сайт», зайдете на сайт, а с сайта вам уже так просто не уйти. Там огромная информация. Я студентам отвечаю на занятиях, на вопросы. Там 4124 вопроса по 55 темам. «Восвете Библии» – Игнатий Лапкин. «Восвете Библии» – Игнатий Лапкин. Зачем они вам нужны? Пьют, едят и блудят. Да какая это жизнь? Я не блудю. Ну а что раз где ты-то валяешься-то? Потому что дома. Да не дома, не потому что. Вонючку ловите. Кого обманывать хочешь? Я жизнь прожил, знаю вас. Но все, нигде этого нет, чтобы голые мужики лежали. Ты не один. 150-й сегодня уже. Ну, как на вахте. Да не просто. Дух блуда затянул. Что не отмечать, не регистрировать. Ты бы посмотри, какие они есть. А там одним воздухом дышать страшно. А вы? Слава Христу. Слава, спору нет. Откуда сам, батя? Вы знаете, что завтра праздник будет? Конечно, знаю. А здесь-то находитесь с определенной целью? С определенной целью? Да, с людьми пообщаться. Да тут общение только одно. В постели. Другого общения нет. Другого общения нет. Ну, вот мы же с вами общаемся. Ну, это уже редкий случай, чтобы... Кто что ищет, тот, кто и находит. Половина мужиков голые лежат. Побеседовать. Такое безобразие творят здесь. Это не мужики, батя. Ну, понятно, не мужики, но все равно, душа живая. Перед Богом-то отвечает. Ни один блудник, ни один прелюбодейец царствия Божия не наследует. Ну, видишь, не все так думают. Время другое. Люди стали забывать, что Бог спросит. Они никогда в руках не держали вот эту книгу-то. Никогда. Я читал. Господь угрожает судом, муками, в огне вечном, всем прелюбодеям, грешникам, пьяницам. Даже говорить не о чем. Вот пол головы показывает, потому что иначе его штраф будет. Старые, малые дети все. Это свалка Содом и Гаморра. Содом и Гаморра. Согласен, батя, согласен. Согласен. Мы пришли сюда людям Евангелие показать, хотя бы маленько совесть пробудить. Материация беспричинна. Вы можете зайти на наш канал. На наш канал. У нас большой канал, много информации. «Во свете Библии» называется. Да я вот с вами общаюсь, нормально общаюсь. Это человека видеть, а это материал. У нас там 15 тысяч роликов. Батя, я читал Библию. Все, что мне надо было оттуда взять, я взял. А что вы там взяли-то из нее? Все, что мне нужно для жизни, я взял. Ну что, тайна какая-то? Скажите, я возьму, если это не взял. Ну что, я же не буду все страницы пересказывать. Я взял то, что мне нужно, то, что я считаю, мне в жизни пригодится. Ну а почему не поделиться-то? Я не понимаю сразу. Только не ругайтесь. Поделиться с тем, кто знает больше. А что вы взяли из Библии сказать? Можете, что взяли? Может, конкретно интересует. Непонятно. Что вас конкретно интересует? Ну вот конкретно интересует. Чем люди-то интересуются? Посмотреть правильно понимают, неправильно. Может, ответить надо. Нет, ответить-то я понял. Я имею в виду в разговоре со мной. Вы задаете мне вопрос. То есть вы говорите, что ты взял из Библии. Я задаю вам ответ на вопрос. Что конкретно вас интересует? Меня интересует вся Библия. Я не выбираю ничего. Поэтому мне интересно... Нет, батя, тогда у нас не диалог, у нас монолог. То есть я пытаюсь общаться, а вы мне одно и то же. Чип-чип-чип. Я говорю, что я читал, что надо для себя взял. Я спрашиваю, что взяли? Это я вопрос задал-то вам. А вы не отвечаете и говорите монолог. Так я говорю, что я же не буду вам все свои впечатления пересказывать. Ну вот, допустим, меня спросите, я отвечу. Я встретил Христа. Я уверовал, что Он умер за меня. Не, ну Христа-то я встретил ранее, еще раньше, чем прочитал Библию. А бороду-то зачем бреете? Если вы видели, Христос с бородой был, а вы зачем бреете? Она у меня не растет. Она у меня растет с одной стороны, а со второй нет. Но я же не буду в миру плешивых. Да это обман один, это бесстрашие. Это Бог так создал. Я вот объясняю, да. Вот она у меня выросла, с этой стороны вот досюда выросла. А здесь вообще не растет вот так плеш. То есть если я три дня не бреюсь, я плешивый становлюсь. Так, а от кого это зависит борода-то? От кого зависит? Кто ее дает? Кто ее дает? Да это ерунда, батя. Это биологические особенности. У меня у отца не было бороды. У меня у старшего брата нет бороды. И хочешь сказать, что если я завтра начну не бриться, у меня через год вырастет борода, что ли? Я ничего этого не говорил. Я знаю, что мы творение Божие, и портить его не надо. Вот это точно. Вот это точно. То есть ты хочешь мне сказать, чтобы я ходил плешивый? Нет. Я хочу сказать, если в храм Божий зайдете, православную церковь, пройдите на иконы, посмотрите. Ни одной безбородой нету за 2000 лет. Что тут мудрозовать? Батя, ты меня не слушаешь. Я тебе говорю, она у меня не растет, а ты мне говоришь... Я говорю, растет, растет, растет. Я вижу, сколько у вас щетины-то. Вы обманываете опять? Я обманываю тебя опять. Вы сами себя утешаете этим? Утешайте. Вот поэтому, батя, я взял из Библии только то, что мне надо. А Библия так не делается, что надо. Да подожди, подожди. Ты даже не слушаешь меня. Ты задаешь вопросы, получаешь на них полноценные ответы и говоришь мне, ты врешь. Но ты откуда знаешь? Да вы не обижаетесь. Не обижаетесь. Я не обижаюсь, я хочу, чтобы ты меня понял. Да мне что понимать-то? Вы не знаете, что Бог сотворил человека, и трогать не надо ничего. А вы говорите, не понимаю. То есть, я еще раз тебе говорю, ты мне хочешь сказать, чтобы я плешивый ходил? Да я ничего не хочу. Я говорю, только не порти образ Божий. Что непонятно-то? Ну а почему ты не слушаешь меня, что я тебе говорю, она у меня растет с одной стороны? Ну пускай хоть она растет, только вот здесь вот, и не трогай. Я о чем говорю-то? Это Бог сделал так. Он знает ваш, каким вы будете, и поэтому так и сделал. То есть, вы Бога во внимание никак не берете. Вы сами себя сотворили, и сами знаете, каким должны быть. Ну вы же понимаете, что... Вот, вот мое мнение на это на все, да? С бородой я. Да, я этого жду. Пойдете в храм? У нас здесь его нету. А так бы пошел. А у вас еще храма нету там? Деревня. Деревня. Ну, дома можно помолиться, прославить Бога, что Иисус умер за наши грехи и воскрес. Потому что многие отрицают это, он умер за наши грехи. И кто будет веровать, будет иметь жизнь вечную. А неверующие будут гореть в огне всегда. Называется Ад, Гиена. Вы можете зайти на наши ресурсы. У нас большой видеоканал. Называется «Во свете Библии». Канал. Да. Видеоканал называется «Во свете Библии». У нас там 15 тысяч роликов. Я подпишусь. Ну вот зайдите, увидите там все. И как молимся, и как деревню строим. Мы тоже в деревне. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Хорошо. Всего хорошего. С Богом, хлопцы. Да. Знаете, что завтра праздник будет? Знаю. А как приветствовать себя будут? Что? Валю еще раз. Как приветствовать друг друга будут люди? Христос воскрес. А отвечают? Воистину воскрес. Истинно так. У вас в доме есть такая книга? Нет, меньше есть. Вы просчитали? Сейчас покажите. Поменьше. Не видно ничего. Там свет у вас как-то падает. Подождите. Да, падает. Не видно ничего даже. Ну, прочитайте, что написано. У вас свет с той стороны падает. Надо наоборот делать. У вас сзади светлое там что-то открыто, окно или что? Оно слепит. Ничего не видно. Надо свет, чтобы где-то сзади был. Я знаю, что сзади был. А как так делать? Я не знаю, как шторками закрыть. Оно было бы... Как-то стушевалось немножко. Сейчас подождите. Вот маленько как получше стало. Как будто бы. А вы, батюшка? А вы в храм ходите? Ходим. Ходите. А народу много у вас в храме? Ну, у нас, как бы, мы из Калининградской области, у нас, ну, не целая, как говорится, русская церковь. Она католическая церковь, построена под католическим, но тогда она православная. А как так? Ну, область-то захвачена была, ну, забрана в Советском Союзе. А какая-то область? Калининградская. Калининградская? Ну, я там был. Ну, вот. Там богослужа. Да. Это совсем отдельно, за Прибалтикой. Да, да, да. Да. У нас, наверное, не так уж и много. Бывает так, это... Ну, на празднике есть. Ну, праздник-то великий, приступили. А вы знаете, что за праздник Пасха? Что он означает? Чемочек. Слышно плохо. Происхождение его идет от евреев. Когда они были уже в Рапси, в Египте, и не отпускал их фараон. А тогда Господь разной казни. Девять казней прошло над страной. То Мошка была, то Град побивал все. И тогда последнюю казнь Бог навел такое. Каждый первенец в эту ночь будет убит. То есть старший, кто родился в семье. У собаки, или у коров, или вся страна будет рыдать. И чтобы с вами, с евреями, такого уже не было, закалите ягненка, агнец называется, агнец, и кровью его помашь и косяки в дверях, и перекладину вверху. И поет ангел, он эту кровь увидит, и вас не тронет. Вот это назывался исход в переводе по-еврейски Песах, Пасха. А она указывала прообразовательно, что придет Христос и умрет за грехи людей, ягненок, как агнец безгрешный. Вот отсюда идет происхождение. Новозаветняя Пасха – это Христос. Он был распят на кресте и в третий день воскрес. Вот вы, если зайдете на наш видеоканал, вы там все это найдете. Называется «Во свете Библии». А как еще раз? Как еще раз? «Во свете Библии». «Во свете Библии?» Да. Запишите. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Чтобы открылось. Точно. Игнатий Лапкин. А это в Ютубе, да, есть? Да, в Ютубе. А у нас там 15 тысяч роликов. А подписчиков? Подписчиков 35 тысяч. А просмотров 34 миллиона. А это, надеюсь, не на камеру вы сейчас снимаете? Да. И вы увидите себя. Себя увидите. Вот. Ну, я не знаю, через сколько дней, как будет только. Вот сегодня, которое было долго так, чтобы не меньше полгигабайта было. Вот так. У меня тоже есть канал. Есть тоже канал. Да. А вот если зарядите просто «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, но не Ютуб, а сайт напишите, через Гугл зайдете. Там огромный сайт. А как на Ютубе у вас? На Ютубе. На Ютубе вот сейчас. Это из Ютуба. Если вы ходите на Гугл. А в Гугле зарядить вот эти слова. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин сайт. Сайт. Как еще он с Игнатий? Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Но это уже не в Ютубе, а в сайте. Я про сайт говорю. Название одинаковое, но сайт. А в сайт зайти через Гугл. Или через Яндекс. И там вы найдете все. Как мы деревню православную строим. Как я вот начальником детского лагеря был 45 лет. Мы показываем. К воспитанию детей какое. Вам это все интересно? Потому что нигде больше этим не занимаются так. То есть вот канал «Во свете Библии», да? Да, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин обязательно добавьте. Потому что «Во свете Библии» могут там другие какие-то отдельные ресурсы. А так уже точно на нас выйдете. Спасибо. Это очень большой канал. Очень. 15 тысяч роликов. Я на вас напишу сейчас в комментариях, если я себя вижу, напишу вам. Вот если у вас будет желание какие-то вопросы разрешить, вы по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин. Вы на меня сразу выйдете. Я один с этой фамилией. По скайпу. У вас, может, какие-то вопросы есть? Я постараюсь вам ответить. А вот проверу можно у вас спросить? Давайте. Как вот появилось в России? Что как? Как в России именно, в Руси? Как крестили? Крестили? Да, Русь как крестили. Ну как? Это в Крещатик, там есть такое место в Киеве, в Днепре. Люди зашли туда, кого-то принуждали, может быть, заставляли. Это что спрашивают? Это князь-то был еще язычник, хоть он и Крещение принял. Ну и крестили. Священник считал молитвы и троекратно под воду уходили. Во имя Отца, аминь. Во имя Сына, аминь. Чтоб под воду уходили. А священники стояли на берегу. Икону рисуют, там и воины стоят. Вот так и крестили. Не научили ничего, крестить начали. А поэтому вот такое все идет полуязыческое. Вот после советского периода, да, меньше стало православных? Что-то у вас как-то эхо такое раздается. Я говорю, после советского периода меньше, да, стало православных? Ну нельзя сказать. Я не считал, не знаю. Но отношение было другое тогда. Потому что за это надо было рассчитываться. Вот меня сажали, говорят, везли. Я в тюрьме сидел за это дело. А сейчас открыто говори, и никто тебя слушать не будет. Патриарх Кирилл говорит, раньше колокол ударит, люди спешат в церковь. А сейчас хоть из пушки бей. Лежат, спят. Вот здесь в рулетке-то половина голые мужики валяются. Для блуда пришли сюда. Народ... Народ Бога не ждет. Мало кто об этом думает. А может быть было больше тайны. Мы не знаем статистику. Народ Бога не нажала. А может быть был... А может быть last... Продолжение следует...